Продолжение следует... Единство ЕС. Президент США в ходе визита в Британию призвал Лондон оставаться с Евросоюзом. Отправить крымско-татарский межлис в Америку предложила прокурор Крыма. Так Поклонская ответила Госдепу. Эстонский скандал на национальной почве. Лидер консервативной партии против выдвижения главы МИД на пост президента. Вспоминая о принце, Эйфелева башня в Париже и Белый дом поменяли подсветку в честь Pearl Rain. Подарок для планеты. В Нью-Йорке в Международный день Земли подписано историческое соглашение по борьбе с изменениями климата. Президент США Барак Обама резко выступил сегодня против выхода Великобритании из Евросоюза. Он обратился к англичанам с дружеским советом подумать о будущем страны, которая в результате намеченного на июне референдума может оказаться за пределами единой Европы. Сегодня в первой половине дня президент США с супругой отправился на обед к королеве, а затем посетил Даунинг-стрит, где принял участие в пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Барак Обама твердо уверен в том, что Британия должна оставаться в Евросоюзе. Высокий гость оговорился, что выбор должен сделать народ Великобритании, но при этом напомнил о преимуществах свободной торговли, открытого рынка и прочих благ. Я хочу подчеркнуть, в итоге это решение могут принять только сами британские избиратели. Но так как у нас особые отношения, дружеские отношения, я должен быть честен и сказать то, что я думаю. И я не скрою, что результат этого решения вызывает глубокий интерес США, поскольку оно влияет и на нас. Соединенные Штаты хотят иметь в союзниках сильную Великобританию. А Великобритания выигрывает больше всего, когда она помогает руководить сильной Европой. Членство Великобритании в Евросоюзе дает нам мощный инструмент для процветания безопасности, которые нужны нашим народам. А также для того, чтобы защищать ценности, общей для наших стран. И теперь, я думаю, настало время для того, чтобы встать на защиту ценностей и стоять плечом к плечу с нашими друзьями и союзниками в Европе и во всем мире. Москва опровергла сообщение об обстрелах израильских самолетов российскими истребителями. Вот что заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков в ответ на публикацию газеты «Идиот-охранот». Израильскую прессу не хочу комментировать. Сообщения израильской прессы в данном случае далеки от того, что в действительности. Информация о неких инцидентах в небе над Сирией появилась сегодня. В статье указано, что обстрелы происходили, цитата, последние несколько недель. Никаких более точных данных о времени или месте инцидентов нет. Отмечено только, что впервые эта проблема обсуждалась еще в середине марта 2016 года во время визита в Москву президента Израиля Рювена Ривлина. В Иерусалиме, как и в генштабе армии обороны Израиля, это сообщение комментировать отказались. Москва, повторюсь, факт обстрелов отрицает. Перенести крымско-татарский меджлиз на американскую территорию рекомендовала сегодня прокурор Крыма Наталья Поклонская. Так, оригинально главный крымский прокурор отреагировала на призыв Госдепу США не запрещать организацию на территории России. Если Госдепу США необходима такая организация, общественное объединение, как меджлиз крымско-татарского народа, и они считают его деятельностью демократической, то пусть у себя в стране создают такие организации. Таков ответ Поклонской на вчерашний призыв Госдепартамента США к России пересмотреть решение о признании меджлиса крымских татар экстремистской организации и запрете ее деятельности. Призыв был опубликован на странице внешнеполитического ведомства США в интернете. Среди прочего, там указано, что меджлиз представляет, цитата, традиционно ущемленное в правах и исторически угнетенное крымско-татарское население. Госдеп указывает, что у российских властей нет никаких оснований или юрисдикции применять российское законодательство по отношению к деятельности крымских татар на территории Украины. Мировое сообщество, напомню, считает Крым аннексированным. В сообщении американского внешнеполитического ведомства также содержится призыв к Москве прекратить оккупацию Крыма и предупреждение, что пока этого не произойдет, антироссийские санкции не будут отменены. Громкий политический скандал в Эстонии. Лидер консервативной партии обвинил главу эстонского МИДа в том, что она, цитата, русская, потому не может претендовать на пост президента страны. Заявление эстонских националистов вызвало общественный резонанс. Репортаж из Сталина. Мартин Хельми депутат парламента и один из лидеров консервативной народной партии Эстонии. Молодой политик с большими амбициями, не последняя фигура в политической жизни страны. Оттого каждое его слово имеет политический вес и значение. И вдруг именно он заговорил о чистоте крови и неожиданно резко высказался в адрес главы МИДа Марины Калюрант. Дескать, она русская и потому не может быть президентом Эстонии. Калюрант один из самых популярных политиков в стране и наиболее вероятный претендент на высокий пост. А главное, действительно не стесняется говорить. Да, я русская. Моя мама воспитывала меня одна. Моя мама жива, мы до сих пор говорим с ней на русском языке. И она воспитывала меня всегда в том знании, что мы русские, кто живем в Эстонии, должны уважать. И это государство, и этот народ, и эту культуру. И мы не можем здесь жить, не зная языка. Но для националиста Хельми русскость Калюрант ключевой недостаток. Скандальное заявление цитируют СМИ и пародируют на главном русскоязычном телеканале страны. Я не вменяю ей в недостаток то, что она русская, сказал Мартин Хельми. Но я не думаю, что русская могла бы стать президентом Эстонии. В мире уже есть государство, которым правит русский президент. По этому поводу я могу сказать только одно. Главная проблема Мартина Хельми в том, что он, извините, идиот. Я не вменяю ему в вину то, что он идиот, но я не думаю, что идиот мог бы стать президентом Эстонии, потому что в мире уже полно стран, которыми правят идиоты. Все, что мог сделать Мартин Хельми, это осыпать журналистов обвинениями. Дескать, на что уходят государственные деньги. Канал-то общественно-правовой. За идиота ведущий извинился. А вот сам Хельми извиняться перед Мариной Калюрант не стал. Общаться с русскоязычными журналистами желанием не горит. За сына вступился отец. Это честность, да, действительно. Это не означает того, что Марина Калюрант не может баллотироваться на пост президента. Может, конечно, она может. Но наша партия хочет видеть на этом посту эстонцы. Если кто-то скажет, что здесь какая-то ксенофобия или расизм, то на самом деле ничего такого нет. В современной Европе делать политические заявления с явными признаками национализма, мягко говоря, не принято, не поймут. Но эстонские консерваторы, наоборот, набирают популярность. Сначала они пугали страну исламскими беженцами, которых в Эстонии, по сути, нет. А теперь впереди новые рейтинговые горизонты. Так считает эстонский политолог Петер Тайм. В свою очередь депутат реформистов. Известный в Эстонии правовед Игорь Грязин считает, что у выходка Хельме-младшего русский не может быть президентом – явление спонтанное и для страны в целом не характерное. Время от времени такие националистические крайние всплески и так далее. Они были во Франции, в Финляндии, где угодно и так далее. То есть это вот просто нас доморощены. Они не представляют никакого массового мнения, но они представляют что-то, что в каждом обывателе где-то слегка сидит и вроде как бы действует на нервы. Если кто и выиграл от скандала, так это действующий президент страны – Томас Хендрик Ильвес. Консерваторов он назвал партией с сарийскими замашками. И если еще вчера русские эстонцы называли своего президента едва ли не главным русофобом, то сегодня все его хвалят за принципиальность и смелость. Впрочем, это поздняя любовь. Уже осенью президентский срок Томаса Хендрика Ильвеса истечет, и страна в любом случае должна будет выбрать себе нового гаранта Конституции. И совсем не исключено, что им станет Марина Калерант, глава МИДа, которая считает себя русской и патриотом Эстонии. Евгений Завазки, Иван Пасюк, Евгений Ерлих, RTVI, Таллин. Роль прессы в предвыборный период. Как должны себя вести журналисты, чтобы не изменить принципам профессии, предоставить электорату исчерпывающую информацию о кандидатах и при этом не влиять на выбор граждан. Об этом накануне в Институте Харримана Колумбийского университета в Нью-Йорке рассуждали журналисты и политологи. Главным гостем встречи стал Павел Коныгин из российской «Новой газеты». Участвовал в дискуссии Линкольн Митчелл из New York Observer. Много говорили о сходствах и различиях в подходе к освещению предвыборных кампаний и самих выборов в США и России. Отдельной темой беседы стало сравнение Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Этот вопрос вызвал наибольший интерес публики. Участники дискуссии пришли к выводу, что сходство очевидно. Сегодня здесь много рассказывалось о том, насколько похож Владимир Путин на Дональда Трампа и насколько Дональд Трамп похож на Путина. Есть, конечно, у них что-то общее, потому что, конечно, оба они эксплуатируют образ такого сильного, мускулинного руководителя альфа-самца, можно назвать как угодно, который справится со всеми проблемами. Но если Дональд Трамп только представляет этот свой имидж широкой публики и пытается завлечь аудиторию, чтобы она купилась на это, то Владимир Путин уже давно находится, что называется, на коне. И в государственных медиа, вообще во всех крупнейших медиа, он представлен как не просто сильный лидер, как альфа-самец, но и как незаменимая безальтернативная фигура, которой нету равных. И если вы, россияне, хотите в своей стране стабильность, то должны ставить только на него. А все другие страну просто профукают, не справятся. Посмотрите на них. Да это же все агенты, шпионы, госзепы и ЦРУ. К сожалению, вот такая риторика, она, опять же, подчеркивает неуверенность, наверное, неуверенность власти в себе. Павел Каннигин освещает американские выборы. Он оказался в США в разгар подготовки и в сам день проведения праймерис в Нью-Йорке. Он работал во всех районах города, пытаясь понять суть нашего политического процесса и сравнить его с российскими реалиями. Мы говорили сегодня о формировании имиджа кандидатов, демонстрации президентской силы. В ходе американской предвыборной кампании мы видим много отсылок к Путину. Кандидат, к примеру, говорит, «Как ты планируешь вести переговоры с Владимиром Путиным, если даже не в состоянии появиться на дебатах?» И все в том же духе. Так что мы попытались рассмотреть формирование образа сильного лидера в российской и американской политике. Конечно, несмотря на определенные сходства, медиа в наших странах работают по-разному. В России СМИ занимаются лишь постоянным поддержанием имиджем лидера. У нас же идет борьба за победу на выборах. Покушение на Лукашенко, которое готовил смертельно больной немец. Это сюжет триллера «Так и я тебе». Его написал журналист из ФРГ. Роберт Зэммон Ищенко подчеркивает, что в Раване вымысел переплетается с фактами из истории Беларуси и сегодняшней реальности республики. В книге Беларусь представлена как страна, находящаяся во власти темных сил. С автором, который в бывшей Советской Республике никогда не был, встретился корреспондент Артемия Константин Гальденцвайк. В окрестностях немецкого Нюрнберга уже 70 лет стреляют, разве что на охоте. Военные преступники осуждены, да и мелкие в тихой провинции перевелись. Никакого раздолья для писателя-дебютанта, взявшегося в этой глуши за триллер. Если утрировать, Лукашенко сам напросился на эту роль. С точки зрения драматургии, мне нужна была настоящая жертва и настоящий тиран. А их ныне в Европе не так уж много осталось. Покушаться на жизнь ныне здравствующего президента, пускай и ради красного литературного словца, иные из читателей сочли неэтичным. Но героя романа «Так и я тебе» терзают вовсе не сомнение. Заядлый охотник и добропорядочный бюргер, он узнает, что болен раком. Ему осталось три месяца. В памяти пролетает вся жизнь. Родители белорусы, убитые в войну нацистами, спаситель немец, вывезший ребенка в ФРГ, и собственная дочь, уехавшая в 90-х в Минск, учиться, изучать семейное прошлое и общаться с местными оппозиционерами. По законам жанра и полицейского государства дочь пропадает. Надо отомстить. Он принимает решение сделать все возможное, чтобы убить Лукашенко. Это особое, спокойное, продуманное, но оттого еще более лютая ненависть. Но движет им не она, желание успеть сделать что-то важное, правильное перед собственной смертью. Автор книги, которую в немецкой прессе называют захватывающей и взрывной, прежде не брался за перо, а замахнулся в раз на Александра нашего Григорьевича. Отчасти разгадка в имени сочинителя. Уземана Ищенко, журналиста, любителя охотника, корни в бывшем Советском Союзе. Трагедия реальной русско-немецкой семьи, в 40-х разлученной войной, обернулась годы спустя его интересом к загадочной Беларуси. Страну, которую немецкие солдаты дважды разоряли по пути на восток. Нынче не всякий немец найдет на карте. А зря. Там и сегодня, уверен автор, вершатся злодейства. Я изобразил Беларусь в мрачном виде. Естественно, страна разнообразнее, чем книга. И тем не менее, это государство, в котором царит произвол. Просто в центре внимания Запада Лукашенко давно уже нет. И люди не всегда знают, что там творится. Сам Зимун Ищенко до Беларуси не доехал, но полтора года к ряду постигал новейшую историю страны. Годы немецкой оккупации, лица белорусской оппозиции, флору и фауну Беловежской пущи. Именно в ней, под видом туриста-охотника, герой задумывает покушение на Лукашенко. Написание детектива превратилось в детектив. В белорусском посольстве в Германии успешную, но неприметную литературную премьеру обошли молчанием. Здоровью настоящего Александра Лукашенко, к счастью, ничего не угрожает. Все совпадения с реальностью случайны. И только автору скандальной книги, если он в самом деле захочет поохотиться в Полесье, теперь, вероятно, откажут в визе. Впрочем, и это не страшно. Для таких книжных страстей черпать вдохновение можно и в соседней России. Константин Белинсва, Кирилл Бутырин специально для RTVI из Германии. Вы смотрите новости на канале RTVI и далее в выпуске. Вспоминая о принце Эйфелева башне в Париже, и Белый дом поменяли подсветку в честь Pearl Rain. Подарок для планеты. В Нью-Йорке Международный день Земли подписано историческое соглашение по борьбе с изменениями климата. Все это через пару минут на канале RTVI. Оставайтесь с нами. Вы смотрите новости на канале RTVI. Сегодня практически все СМИ в США посвятили свои новостные блоки смерти музыканта Принца. Его нашли мертвым в его доме в Миннесоте накануне. Артисту было 57 лет. Причина смерти официально пока неизвестна. В прессе уже появились упоминания о возможной передозировке наркотиками. Его альбомы сегодня на первой строчке по продажам в интернет-сервисе iTunes. Валерий Кипелов подробнее. Мир окрасился фиолетовый. Эйфелева башня в Париже подсвечена неоновыми огнями. Ниагарский водопад на границе США и Канады в честь 90-летия королевы Елизаветы II и, так совпало, в честь принца, тоже фиолетовый. На официальной твиттер-странице американского агентства NASA фотография космической туманности того же приятного оттенка. Один из самых известных и популярных альбомов принца Purple Rain — фиолетовый дождь. С момента его выхода в свет фиолетовый цвет неизменно сопровождал музыканта на сцене и в жизни, сопровождает и после смерти. Профессиональный след принца в истории музыки 80-х и 90-х как каталог всех главных наград в этой области. Более 100 миллионов проданных кассет, пластинок и дисков по всему миру, 7 престижнейших премий Грэмми, награда Golden Globe, Оскар, звезда на аллее славы рок-н-ролла. Свой первый альбом в 1978 году он выпустил в одиночку. Сам его спродюсировал, записал и написал аранжировку. Через несколько лет стал одной из главных звезд поп-сцены 80-х. Много писал для других исполнителей первой величины. Забор, ограждающий музыкальную студию принца в городе Чанхассен, штат Миннесота, превратился в место паломничества фанатов. Певца вспоминают его друзья, коллеги и просто слушатели. Он затронул много, много поколений, много людей разных культур. Я думаю, что все теперь они ощущают потерю великого артиста. Он был сама искренность, и это легко было почувствовать. Он был настоящим джентльменом, очень смешным и амбициозным гением. О личной жизни звезды можно писать романой. Десятки известных подруг и любовниц, среди которых Ким Бессингер, Мадонна, Шерлин Фенн, Кармен Электро. К слову, всего месяц назад, находясь в Нью-Йорке, принц сообщил поклонникам, что намерен написать книгу воспоминаний о жизни, любви и творчестве под рабочим названием «красивые». Но не сложилось. Валерий Кипелов, телекомпания «РТВАЙ». Сегодня ООН спасали планету от перегрева. Международный день Земли в Нью-Йорке подписали историческое соглашение по борьбе с изменениями климата. Свои подписи под документом поставили представители более 170 стран мира, включая США, Китай, Францию и Россию. Договор был одобрен участниками климатической конференции в Париже. Еще в декабре прошлого года, среди прочего, он обезует все государства сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Также документ предусматривает выделение на эти цели развивающимся странам около 100 миллиардов долларов. На торжественной церемонии в ООН сегодня выступил актер Леонардо Ди Каприо, известный борец с климатическими изменениями. Теперь после 21 года обсуждений и конференции пришло время сказать. Хватит разговоров, оправданий и многолетних исследований. Мы больше не позволим компаниям, которые занимаются топливной промышленностью, диктовать свои условия, которые влияют на наше будущее. Я обращаюсь ко всем, кто сейчас сидит в этом зале. За вами наблюдает весь мир. Будущие поколения будут вас либо превозносить, либо презирать. Отмечу, что соглашение по борьбе с изменениями климата вступит в силу только после того, как его ретифицируют хотя бы 55 стран, на которые приходится большая часть выбросов атмосферы. Это должно произойти не позже 2020 года. Это все новости к этому часу. В итоге информационной недели смотрите в программе моего коллеги Владимира Ленского «Таймкод» в 7 часов вечера по Нью-Йорку. Служба новостей РТВА поздравляет всех, кто справляет Песах с праздником Хаксамех. «Таймкод». Тренды, события, мнения. Феномен нелюбви. Почему цивилизованная Швеция против Израиля и за террористов? Подрывная работа. Бурная деятельность российских агентов в Германии. Специальный репортаж. Трампа не хотят, Хиллари не верят. Проблемы лидеров президентской гонки в США. Не пропустите главное. «Таймкод» с Владимиром Ленским. В пятницу в 7 вечера на RTVI.